но все равно мне охота посмотреть коленвал я сейчас откручиваю снимаю заднюю крышку все вкладыши у меня расслаблены сниму и сниму вал собью я вкладыши все открутил крышку 4 болта открутил от герметика и и открываем и снимаем а так как не не дает он снять вертолет я коленвал вместе с сальником вытаскиваю сальничек мягенький мягенький вот закипевшая постель она даже цвет поменяла а здесь что хорошо масленки смотрите стоят в поршневой так одно полукольцо на месте осталось одно полукольцо упало очень странно пока это нет все таки это быстрее всего напыление такое на них странно странно но все новенькое все целенькое было сбиваю вкладыш с коленвала вот это у нас закатала даже не видно где она нашел вот в этом месте разбил он просто прикипел его схватил его даже долго не мотала его сразу мотать начало в блоке вот видите вот видите нет его крутануло крутануло маленько вот накатывать начало и потом его сплавило вал под размер конечно под ремонт выйдет вот с блоком с блоком надо советоваться узнавать ну я все таки больше склоняюсь к установке контрактного двигателя потому что собрать этот сколько он будет ходить непонятно здесь бобит аж наплавился ладно принимаем решение там будет видно продолжение вот там двигатель ребят вы не поверите я честно говоря и сам это особо не верю но мы это делаем увезли блок и нам его восстановили задрало его не очень сильно подумали посоветовались и прикинули что будем собирать его получается взяли вкладыши стандартные коренные шатунные вкладыши не брали они живые их оставили а вот коренные круг все взяли установили зажали промерили восстановили здесь шейку размер выдержали и вал подогнали под вкладыши сейчас можно собирать устанавливать раскручиваю все бугеля снимаю и укладываю коленвал блок промыл продул обрабатывали его вертикально головку не снимали стружки там нету так что собираю откручиваю все бугеля и укладываю коленвал а дальше уже будем собирать смотреть как будет работать двигатель должен работать так ну что монтажная паста 424 жмп авто наношу на вкладыши и вал укладываю поленвал я тоже продул промыл так вот припущу потом поймаю поршни беру коленвал коленвал тоже как его лучше поймать в так вот 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 Так, этот шатон сюда, сразу его тоже побрызгаю, закрываю, крышку тоже смазываю и закрываю, наживляю. Так же. Так же. Так же, эту крышку тоже закрываю. Так не собирают, но я так собираю сейчас. Уже крышку смазал, наживляю. Так, ну и эту получается тоже ловлю. Так, ну и эту крышку. Тоже подкручиваю. Теперь вставляю полукольца. Сначала с одной стороны бобитом коленвалу. Так, одну сторону вставим, вал сдвигаем. Так же вторую сторону бобитом коленвалу. Смазываю вал, смазываю крышки, складыши в крышках и нажимаю. Вот здесь ошибиться. Если только постараться, стрелки и номера указаны для установки. Все крышки закрываю. Все четыре крышки поставил, подкручиваю, а потом протягиваю. Сначала коренные протянул, а потом шатунные. Что посмотрел по данным? Коренные затягиваются всего 59 ньютонов метров. Болт десятка, блок алюминиевый, шаг полтора. 59 ньютон не маловато ли? Я как-то к этому не знаю даже как относиться. Вот затягиваю. Крышки подкрутил, 59 ньютон поставил, прохожусь. Все, 59 ньютон. Мне кажется, маловато для этих болтов. Я вот хочу сказать, как-то мне кажется, это маловато. Может быть, взять и дотянуть еще? Попробую. Я поставил 80 ньютонов метров. Так будет. Теперь так же следуя мануалу. Болты затягиваются 15 ньютонов метров. 15 ньютон поставил. И дотягиваются 90 градусов. Пока эти сделаю два. А потом разверну и тот дотяну. 90 градусов дотягиваю. Так. Получается. Получается. Ну и заодно сейчас посмотрим. Свечи у меня выкручены. Распредвалы не стоят. Все клапаны закрыты. Крутиться должен свободно. Ну, как свободно. Только поршневая. Кстати, масло на поршневую я не брызгал. Сейчас брызну масло. Хотя я сейчас масло брызгать не буду. Потому что мне сейчас еще разворачивать крутить. Потом поддон ставить. Чтобы здесь масло не бежало. Вот и вал крутится. Спокойненько. И доворачиваю 90 градусов. Все. Вот так вот. Крутится коленвал. Спокойненько и легко. Я его руками поверну. Так. Сейчас разворачиваю. Устанавливаю распредвал. И устанавливаю метки. на место стаканы. А потом распредвал. Один и второй укладываю. Номер вкладышей. М735А. Стандарт. Устанавливаю. Устанавливаю. Устанавливаю стаканы. Устанавливаю. Это впускные. Все опускометел. Последними местами ставлю. Это выпускные. Метки убрал, теперь так же постель смазываю. Уложу распредвалы. Метки убрал. Метки убрал. Метки убрал. Метки убрал. Метки убрал. Метки убрал. Эти крышечки тоже смогу Это у нас выпускные E1, E2, E4. Это у нас впускные и потихонечку подкручиваю, а после зажимаю. Эти болты я зажимаю 10 ньютон-метров, 10-11, эти болты затягиваю 20 ньютон-метров. Болты подкрутил, 20 ньютон-метров поставил и вот эти дотягиваю крышки. Сюда ставлю 10 ньютон-метров. И дотягиваю. Я здесь порядка не соблюдаю, нагруженных кулачков нет, за распредвал я не боюсь, что он сломается. Вот. А теперь можно ставить фазовращатель и ставить цепочку. Фазовращатель имеет отверстие, оно чуть больше, чем остальные каналы, поэтому вот этим отверстием одеваем и закручиваем болт. Вот. Здесь получается болт десятка, закручиваю его, ну, наверное, его 58-59 ньютон затягиваю. Сейчас подкручиваю, а затяну, когда цепочку одену. Теперь беру, устанавливаю натяжитель, успокоитель. Этот болт выкручиваю. Цепочку устанавливаю вот этими звеньями розовыми пометки. О, как четко, не подворачивал по меткам. Здесь легла и здесь легла. А здесь звездочку устанавливаю. А на звездочке вот у нас метка, получается, полоска. Если смотреть по шпонке, то она смотрит у нас вот так вот. Одеваю шпонку в коленвал и одеваю по шпонке. Все, здесь звено попало на звук. Сейчас ставлю успокоитель. Наживляю его. Затягиваю 10 ньютон. 10 ньютон поставил. Теперь ставлю башмак натяжителя. Получается, вот так вот. Заворачиваю болт. Затягиваю его 23 ньютона метра. Здесь устанавливаю новое резиновое кольцо уплотнительное. Под маслонасос. Крышку, когда буду ставить, чтобы не забыть про него. И устанавливаю на место гидронатяжитель. Перепроверяю здесь по метке. Здесь по метке. Это надо немножко натянуть. Эту сторону натянул. Здесь метка, здесь метка, здесь метка. Автомобиль 2016 года. Гидронатяжитель оставляю старый. Обратите внимание, здесь стоит прокладка. Последнее время они перестали делать прокладки, уплотнения. Они просто притирали и ставили гидронатяжитель без всяких прокладок. Здесь опять вернулись прокладка с напылением. Гидронатяжитель утопил, зафиксировал. Ставлю. Натягиваю, наживляю и затягиваю. Болты эти затягивают тоже 10 ньютонов метров. Выдергиваю фиксатор. Вот и все. У нас натяжитель. Сейчас проверну, еще на один зуб выйдет и все. Все стоит. Затягиваю этот болт, ставлю 23. 23 ньютона поставил. Все. Болт затянул. Ну и теперь закручу болт коленвала и проверну. Здесь сейчас с кривошипом должен крутиться нормально. А потом можно закрывать переднюю крышку. Проворачиваем. Дальше. Самое интересное. Очень интересно. Вон здесь. Ему даже не хватает зафиксироваться, если помочь его отодвинуть. нет все равно у него цепь не растянут от слова совсем все нормально проворачивается свечей у меня пока нету поверхность я всю зачистил обезжириваю также крышку обезжириваю на нашу герметик и устанавливаю переднюю крышку прокладку здесь я установил под масло насос откручиваю болт на нашу герметик и ставлю переднюю крышку крышку я уже протер протирая блок герметик на крышку нанесу вот эти места где головка соединяется еще и здесь нанесу вот эти места все остальное на крышку болт фазовращателя я затянул герметик на крышку нанес совмещаю масло насос шестерню и устанавливаю крышку на место здесь вот на это крепление тоже герметик нанес вот и все масло насос отдел теперь наживляю все болты все болты у меня по своим местам путаться не надо просто вытаскиваю вставляю и наживляю а потом уже протягиваю устанавливаете на затягиваю крышку я протянул сейчас снимаю двигатель для чего снимает шкив коленвал я пока не ставлю а мне надо поставить заднюю крышку а заднюю крышку я здесь поставить не могу потому что мне не хватает места сейчас снимаю с кронштейна ставлю заднюю крышку опять одеваю на кронштейн на вертолет устанавливаю переворачиваю и устанавливаю поддон снял обезжиривателем также крышку протер герметик нанес здесь протирая и устанавливаю крышку Наживляю болты. 10 ньютон затягиваю, 10 ньютон поставил. А теперь обратно прикручиваю кронштейн, ставлю на вертолет и прикручиваю поддон. Хотя поддон я могу прикрутить здесь сейчас, но на вертолете удобней. Поставил на место. Поддон почистил, обезжирил, наношу герметик. Внутри и снаружи его заварили. Также услугами Егора воспользовался. С выездом приехал прямо на месте, все сделано, заварил поддон. Внутри вообще красота получилась. Снаружи сильно обтачивать не буду. Это не принципиально, но зато жестко. Адрес и телефон Егора оставлю. Кому надо так вот заварить что-то по Краснодару, можете позвонить. Обезжириваю, наношу герметик и притягиваю поддон. Герметик на поддон нанес. Закрываю. Здесь у меня все затянуто, все протянуто, все установлено. Наживляю болты, гайки и притягиваю. А потом уже устанавливаю крышку клапанов, шкив коленвала. Поддон протянул. Устанавливаю и притягиваю шкив коленвала. Шкив коленвала притягивается всего 117 Нм. Болты поддона эти 10 Нм, болты и гайки. А эти болты М8 22 Нм закрутил. Герметик видно ровным слоем. По периметру выступил. Одеваю шкив. На шпонку оделся. И болты затягиваю. Как и сказал, 117 Нм. 117 Нм поставил. Держу шкив и затягиваю. Все, разворачиваю двигатель. А пока не развернул, ставлю натяжитель, ролик, штифт. В это отверстие устанавливается. И прикручиваю. Не ту головку взял. Притягиваю и жду прокладку крышки клапанов. Еще прокладка не пришла. Крышки клапанов и вот сюда новая прокладочка должна быть.